Я рада приветствовать вас на моем канале. Самый любимый и самый древний праздник – Новый год. В разных странах отмечают в разное время. У нас дата его празднования – 1 января, 14 января по старому стилю. Но так было не всегда. В Древней Руси Новый год отмечали весной, когда оживает природа, и встречали его как праздник солнца, тепла и нового урожая. Обычаи его отмечания были схожи с современными пасхальными. Ходили на кладбище, поминали усопших, пекли булочки, молились у подножия святых. Но с принятием христианства в X веке его стали отмечать согласно византийскому календарю в первый день осени. Именно с 1 сентября ткачи, столяры, кузнецы. И только в канун 1700 года по указу Петра I датой Нового года была названа 1 января. Царь приказал, чтобы к этому дню все украсили свои дома еловыми и сосновыми ветками. Кстати, первоначально ель и сосна использовались для защиты дома от нечисти, якобы боявшейся хвойного запаха. Главный новогодний атрибут – это ель, которая связывает человека с природой. Именно у нее можно попросить силы и здоровья. Если подойти и обнять ее, когда только она попадет в дом и начнет благоухать. Можно погладить ее в веточки, рассказать о своих бедах и неприятностях и поделиться радостями. Она все выслушает и всегда поможет. После общения с зеленой красавицей нужно ее нарядить. Делать это необходимо особым образом, подбирая соответствующую цветовую гамму и форму игрушек. Если вы стремитесь привлечь в свой дом любовь, то на елочке должно быть как можно больше красного и парных игрушек. Здоровье принесут зелено-серебристые украшения круглой формы. Синие шары станут источником успеха на работе. Золото благоприятно отразится на финансах. Наладить семейные отношения смогут желто-красные сосульки и домики. Ну а если всего нужно понемногу, то можно нарядить свою красавицу в разноцветное. Стоять елка должна до крещения, до 19 января. Так как если раньше ее убрать, можно отвадить от себя успех и достаток. Традиционный новогодний стол должен ломиться от всяких разнообразных вкусностей. Ведь они являются залогом того, что весь год семья не будет испытывать нужду. Конечно, какое новогоднее торжество без шампанского? Даже непьющие должны пригубить его хоть немного, чтобы в будущем веселиться и радоваться жизни. В ночь с 31 декабря на 1 января нужно обязательно попросить прощения друг у друга, чтобы не нести обиды за собой в Новый год. Отмечать Новый год нужно в кругу близких и дорогих людей, ведь это семейный праздник. А вот оставаться в одиночестве и грустить запрещается. Не зря же считается, что как новогодняя ночь пройдет, такой и весь год будет. Так уж повелось, что на Новый год принято загадывать желания, и они обязательно сбудутся. Существует несколько вариантов, как это правильно сделать. Ровно в полночь, пока бьют часы, нужно написать на бумаге свое желание, поджечь, пепел бросить в стакан с шампанским и выпить. Кто успеет, у того задуманное точно исполнится. Если в новогоднюю ночь звездное небо, надо выйти после полуночи на улицу и рассказать звезде о своем сокровенном. Если ярче звезда засияет, это знак, что задуманное воплотится в жизнь. Также нужно встать в новогоднюю ночь под елку и прокрутить самый большой шар, висящий на ней. Пока он вращается, прошептать свое желание. Самый интересный способ загадывания желания связан с разными жизненными сферами. Так, мечтающие о любви должны съесть кусочек шоколада, пока бьют куранты. Кто мечтает о здоровье, нужно съесть кусочек яблока. Кто мечтает о карьерном росте, нужно съесть колбасы. А денег – бутерброд с икрой. И обязательно запить съеденное бокалом шампанского. Все знают примету, что в Новый год нельзя нести что-то старое, вещи, обиды, ссоры и долги. Поэтому старье выбрасываем, просим прощения, миримся и отдаем все, что задолжали. Только так можно идти в счастливый Новый год. До полудня, 31 декабря, нужно всюду убрать пыль, выбросить мусор. Таким образом пройдет энергетическая очистка помещения. А вот после уже проводить уборку и выносить ссор не стоит. Можно хорошее вынести из дома. В Новый год нужно быть полностью в новой одежде. Это, конечно, идеальный вариант. Но можно надеть и что-то новенькое, например, нижнее белье или галстук. Но вот что точно нельзя, так это сидеть в новогоднюю ночь в грязном домашнем халате или в спортивных штанах с пузырями и дырками на коленях. Иначе весь год будет скучный и однообразный. В ночь с 31 декабря на 1 января нужно подойти к отложенным деньгам и пошелестеть ими. Тогда они весь год не будут переводиться. Из дома 31 декабря никому ничего не дают. Можно отдать свое счастье и удачу. Чтобы обзавесить семью в следующем году, нужно подарить семи детишкам подарки 1 января. В новогоднюю ночь нужно шуметь, чтобы отогнать от себя нечисть, не любящую шум. Народи верили, что если 1 января рассыпать по дому зерна пшеницы или ячменя, то в будущем году будет столько же денег, сколько зерен рассыпалось. Собирать семена до 2 января нельзя. Если продавец продаст свой первый товар в новом году почти за даром, то весь год будет купаться в прибыли. Если первым гостем в доме 1 января будет мужчина, то весь год будет богатым и полным изобилия. Встретишь на улице слепого человека, прозреешь в новом году. Увидишь все скрытое, а тайное для тебя станет явным. Счастье сулит, если до 12 часов дня 1 января встретишь на улице молодого светловолосого мужчину с ярко-голубыми глазами. Чтобы год был легким, сегодня нельзя работать. Вынесешь мусор в первый день нового года, то вместе с ним и от всего хорошего избавишься. Также приметы на 1 января предупреждают, что если сегодня на хозяйскую постель сядет кто-то чужой, то быть в семье изменом. Это категорически нельзя допускать. Если в первый день года окропить свой порог молоком, то потом весь год будет сытым и богатым. 1 января по традиции отмечается большой праздник нового года. Но это еще и день Ванифатия, церковного святого, который прославился своей удивительной способностью исцелять пьянство. Это очень подходящая способность, учитывая новогодние запои. В этот день принято молиться Ванифатию для того, чтобы он помог человеку больному алкоголизмом. При жизни святой сам грешил подобным пагубным пристрастием. А потом ему удалось отказаться от этого греха и побороть искушение к выпивке. С тех пор Ванифатия исцеляет пьяниц. Поскольку 1 января – это первый день нового года, то рекомендуется провести его так, как хотелось бы, чтобы прошел весь год. Поэтому не стоит сегодня тяжело трудиться, а лучше расслабиться и отдохнуть. Нельзя в день Ванифатия 1 января с кем-либо ругаться, иначе весь год пройдет в скандалах и вояснении отношений. Не рекомендуется в этот день супружескую постель класть гостя. Наши предки верили в поверье, что тогда в дом придет измена. 1 января запрещено ругаться, упоминая нечистого. Он может прийти и поселиться в доме, по-своему помогая хозяевам, постепенно разоряя семью. Плохо встретить первой в этот день женщину, будешь бедствовать. У наших предков добытчиком был сильный пол, женщины же только тратили заработанное главой семьи. Поэтому встречу с ними в первый день года и воспринимали как негативное событие. Зато встреча с мужчиной, наоборот, сулила богатство и достаток. По народным поверьям, мученик Ванифати был отзывчивым и добрым человеком. Приходил на помощь к тем, с кем случалось несчастье, помогал бедным едой и кровом. Поэтому 1 января обязательно надо сделать хотя бы один добрый поступок, чтобы почтить память святого. А в течение дня нужно постараться быть великодушным и приветливым. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok